Всем добрый вечер. Сегодня я расскажу о том, как можно использовать тематическое моделирование, конкретно библиотеку BigRTM в решении задач текстовой аналитики. Давайте начнем с примера. Задача, которой я на данный момент занимаюсь, это разведочный поиск. Вообще поиск можно поделить на... все задачи поиска можно поделить на два больших класса. Первый — это всем привычный Google-like поиск, когда у нас есть один четко сформулированный запрос, достаточно короткий, и по нему мы можем постараться найти всю релевантную информацию. Например, мы хотим найти погоду на завтра или что-нибудь похожее. Другой класс поиска — это разведочный поиск, когда пользователь не очень хорошо знаком с предметной областью, по которой он осуществляет поиск, и хочет узнать как можно больше о конкретной теме. Например, если мы хотим разобраться в новой области, в которой мы не очень хорошо шарим, но при этом, к примеру, занимаемся какой-то смежной областью знаний. Например, вот у нас есть запрос. Что такое когнитивная система IBM Watson? Запрос со слайдом. Мы хотим узнать как можно больше про эту систему, разобраться с примерами, разобраться, как она работает, может быть, немножко понять, как работает алгоритм внутри Watson. В общем, найти как можно больше информации. Если мы будем использовать, например, Google или Яндекс для поиска по этому запросу, то мы потратим довольно много времени. Ну, например, вот вы как думаете, сколько времени нужно потратить, чтобы обработать такой запрос, найти как можно больше информации по этому запросу? Ну, какие идеи есть? Минут 30, час, два, может быть, за пять минут можно все сделать. Ну, мне кажется, не хватит первой ссылки, поскольку запрос… Первая страница? Ну, первая страница это будет в Википедии, это очень круто, но обычно, если мы хотим найти как можно больше и больше информации по интересующей теме, в Википедии недостаточно, и надо пролистать довольно много ресурсов, чтобы понять уже полностью всю информацию, которая нам необходима. Я предлагаю вам посмотреть на технологию, которую мы разрабатываем, этот тематический поиск, который позволяет решить такую задачу не за пять минут, не за десять, а практически мгновенно. То есть взять запрос и по нему получить сразу всю информацию. Здесь еще возникает интересная проблема с тем, как именно должен выглядеть запрос. Обычно в Гугле запрос выглядит в виде коротенького предложения, в виде пяти, семи, двух, трех слов. Здесь же мы можем вместо запроса использовать кусок текста. То есть мы можем искать не по короткому предложению, а, к меру, по нескольким вам сасам текстам. То есть в итоге то, что мы хотим получить, это какой-то структурированный текст по данному запросу, мы можем использовать не как результат, а как поисковый запрос. То есть текст в рамочке со слайда может быть использован как то, что мы подаем поисковику и почему мы будем дальше искать. Ну, при чем же здесь тематическое моделирование? Зачем оно вообще нужно, чтобы решить задачу, связанную с Information Retrieval? Кажется, что можно обойтись совсем без него. Но это неправда. Если мы будем использовать тематическое моделирование, то мы сможем получить гораздо большее, лучшее качество поиска и вообще решить задачу намного быстрее. Так, что же такое тематическое моделирование? Ну, представим, что у нас есть коллекция текстовых документов и вероятностное тематическое моделирование — это инструмент статистического анализа текстов, который позволяет выделить темы, которые встречаются в этой коллекции. С помощью тематического моделирования мы описываем каждый документ в виде распределения тем, которые в нем встречаются, а каждую тему в виде распределения на словах, которые встречаются в этом документе. Получается, что на выходе мы имеем две матрицы. Одна — это матрица φ, в которой представлена вероятность встретить какое-то слово, то есть какой-то термин в конкретной теме. И матрица θ. В матрице θ у нас вероятность встретить конкретную тему в документе. Это видно на картинке на слайде. Вот у нас есть две матрицы, и их произведение матрицы φ на матрицу θ дает матрицу частот слов в документе. Это как раз вот эта матрица, самая левая матрица на этом слайде. Здесь возникает проблема. Такая задача тематического моделирования, ее решение зачастую не единственное, и поэтому решение этой задачи неустойчиво. Чтобы решить эту задачу, нам приходится вводить дополнительные ограничения на модель. Именно нам нужны дополнительные регуляризаторы на матрицу φ и θ. Плюс такие регуляризаторы помогают сделать модель более интерпретируемой. Например, мы можем ввести регуляризатор декоррелирования, который может делать темы, которые получаются в нашей модели, более различными. Понятно, что такое требование дает положительный результат, поскольку чем более различными будут темы, тем более они будут интерпретируемыми, тем больше профит из такой модели мы сможем вытащить. Плюс можно добавлять регуляризаторы разреженности матриц φ и θ. Это также дает положительную награду для модели, хотя бы потому, что чем более разреженной будет матрица φ, тем с большей уверенностью мы сможем выделить ключевые слова, которые описывают каждую тему. Если же каждая тема будет описываться большим количеством слов с низкими вероятностями встречания этого термина, то в каждой теме окажется слишком много слов общей лексики, которые ничего не говорят о ядре этой темы. Как можно решать эту задачу? Есть метод, который называется аддитивная регуляризация тематических моделей, который мы чуть позже рассмотрим в туториале, и посмотрим, как можно с помощью библиотеки BGRTM запрограммировать этот метод и применить его к вашей любой текстовой коллекции и получить уже готовую тематическую модель. В чем состоит смысл этого метода? Мы максимизируем правдоподобие нашей модели, это первое слагаемое из этой суммы, и к нему прибавляем взвешенную сумму регуляризаторов. Эта взвешенная сумма обозначается буквой R на слайде. Каждый регуляризатор означает какое-то дополнительное требование к модели. Это может быть, как я уже говорила, либо декорреляция, либо разреживание матриц фи и тета, либо какие-то дополнительные свойства модели. Например, у нас может быть регуляризатор времени, который будет учитывать, в какой момент была опубликована тальная или иная статья из коллекции, либо может быть регуляризатор, который учитывает, к меру, геопозицию, либо что-то еще. Обучаем мы такую модель с помощью ЕМ-алгоритма с модифицированным М-шагом. Модификация М-шага заключается в том, что к формулам мы добавляем слагаемые, которые отвечают как раз за регуляризаторы. Здесь видно, что в М-шаге к слагаемым фи и тета прибавляются производные регуляризаторы по параметрам модели. Это позволяет нам обучить модель практически любой сложности с любым количеством регуляризаторов, не прибегая к сложным выкладкам и к сложным формулам. То есть можно всего лишь взять производную нашего регуляризатора, добавить в модель, и мы уже получаем готовые формулы. Здесь представлена краткая историческая справка по тому, как развивалось тематическое моделирование. Для начала самый простой метод, который мы дальше уже рассмотрим в туториале, это метод PLSA. В нем рассматривается похожая схема, что и здесь в IRTM, только не используются регуляризаторы. Мы только максимизируем правдоподобие модели и смотрим, что в итоге получается. Кроме того, можно использовать тематическое моделирование не только на словах, а на беграммах, например, или на словосочетаниях. Можно, кроме того, добавлять дополнительные модальности к нашей модели. И это точно так же может давать дополнительный профит при дальнейшем решении задачи к меру разведочного поиска. Какие задачи можно решать с помощью тематического моделирования? Кроме уже упомянутого разведочного поиска, можно решать задачи, например, категоризации или классификации текстовых документов. Например, когда мы хотим построить какую-то иерархию или поделить наши документы на несколько больших групп, проставить теги к документам, либо что-то похожее. Точно так же можно решать задачи аннотирования документов, либо, например, построение рекомендательных систем. Здесь при построении рекомендательной системы задача очень похожа на задачу разведочного поиска. Мы хотим найти список документов, которые тематически близки к нашему текущему документу, и порекомендовать их пользователю. В принципе, технология здесь примерно такая же. Перед тем, как мы будем использовать построенную тематическую модель для решения каких-то прикладных задач, нужно понять вообще, насколько наша модель хороша, насколько она интерпретируемая, и насколько много информации мы можем из нее вытащить. Как минимум, первое требование к модели — это интерпретируемость. Что это значит? Каждая тема должна быть понятна человеку. То есть по списку ключевых слов, в котором описывается данная тема, должно быть ясно, о чем вообще говорится в этой теме. Если ключевые слова состоят из слов общей лексики, эта тема не особо нам нужна, она неинтерпретируемая, и как-то дальше ее использовать к меру при построении рекомендательной системы вряд ли получится. Кроме того, модели могут быть мультимодальными. Это как раз о том, что мы можем строить модель не только на словах, но и использовать дополнительную метаинформацию. Например, кроме самого текста статьи, мы можем использовать информацию о том, кто написал эту статью, какие теги были проставлены у этой статьи, в какой момент времени она была написана, какие, к меру, ссылки были из этой статьи на какие-то другие смежные. И использование такой дополнительной информации обычно повышает качество и помогает решать прикладные задачи более успешно. Кроме того, модели могут быть мультиязычными, это понятно для многоязыкового поиска, могут быть иерархическими, ну и так далее. Полный перечень требований к тематическим моделям есть на слайде. Теперь давайте от теории перейдем к практике и посмотрим более подробно, как можно с помощью библиотеки BGRTM построить тематическую модель. Что для этого нам нужно? Есть библиотека с открытым кодом, который называется BGRTM, и какие у нее есть основные возможности. С помощью нее можно по текстовой коллекции построить тематическую модель и посмотреть, померить качество, которое будет получаться при решении дальнейших прикладных задач. BGRTM упрощает разработку тематических моделей, и для построения сложных моделей в BGRTM нам не нужны никакие несложные математические выкладки, ни какое-то сложное программирование на плюсах или даже на питоне с нуля. Есть уже готовый интерфейс, очень похожий на Scikit-Learn, с помощью которого можно построить свою тематическую модель буквально за 10 минут. Ну, давайте попробуем это сделать. Что у нас есть? На какой коллекции мы будем работать? Я предлагаю вам взять коллекцию статей из Хабра и попробовать построить тематическую модель этой коллекции. Дальше с использованием этой тематической модели мы попробуем осуществить разведочный поиск на коллекции текстовых документов и померить качество, которое будет получаться. Качество будем мерить с помощью двух простых метрик. Это Precision Recall, то есть посмотрим на точность и полноту поиска, которые будут получаться. Чуть более подробно о данных, с которыми я предлагаю поработать. Коллекция на тот момент, когда я ее скачивала с Хабра, это было около месяца назад, она содержала 132 тысячи статей. И с каждой статьей, кроме текста самой статьи, я использовала метаинформацию к ней. Это дополнительная информация об авторах статей, о комментариях и о никнеймах комментаторов. Также использовались теги и хабы. Хабы — это категории, то есть каждая статья относилась к какой-то большой категории. Всего таких категорий было 123 штуки, то есть это довольно крупные кластеры, на которые делились статьи. Перед тем, как работать с самой коллекцией, строить ее тематическую модель, была сделана предобработка текстов. Здесь коротко описано, что именно было сделано с текстовой коллекции. Были отброшены наиболее частотные слова. Понятно, что была удалена пунктуация. Все термины, все слова были приведены к нижнему регистру, были убраны вместо буквы «ё», поставлены буквы «е», но это скорее детали. И все слова были поставлены в начальную форму. Дальше на этой коллекции осуществлялся разведочный поиск. Как мы его делали? После того, как построена тематическая модель, у нас есть матрица ТЭТА. Напомню, что в матрице ТЭТА по вертикали стоят темы, которые встретились в данной коллекции, а по горизонтали — документы. То есть мы можем посмотреть, с какой вероятностью данная тема представлена в данном документе. Если взять столбец этой матрицы и померить близость одного документа до другого, то можно понять, насколько одна статья тематически близка к другой. То есть, по сути, мы делали очень простую вещь. Берем космусную меру между двумя столбиками этой матрицы и сравниваем тематические представления двух документов. В итоге получается, что с помощью этой довольно простой метрики мы можем померить, насколько два документа тематически близки друг к другу. И в итоге выдача нашего тематического поиска представляла из себя К первых документов по этой метрике. И дальше нужно было оценить качество разведочного поиска, но об этом я расскажу чуть позже. Давайте более подробно еще посмотрим на то, как работала наша система, что было в качестве входных данных. В качестве входных данных для разведочного поиска у нас было 50 запросов. Каждый запрос представлял из себя текст формата примерно на страничку А4, то есть это несколько абзацев текста. И с помощью тематического поиска мы по данным запросам искали наиболее близкие статьи из коллективного блога Хабра-Хабра. А в итоге в качестве выдачи тематического поиска мы получали список статей с Хабра, которые наиболее полно отражают тему, заданную в данном запросе. Здесь можно посмотреть на то, примерно на что была ориентирована тематика этих запросов, в принципе почти все из них связаны либо с IT, либо с какими-то космическими исследованиями, либо с технологиями, инновациями, чем-то таким. В общем, тематика запросов отражала тематику статей, которые представлены на Хабре. И дальше мы мерили точность и полноту поиска, которые у нас получились с помощью двух метрик, это Precision и Recall. Давайте теперь посмотрим более подробно, как работает наш тематический поиск, и я вам покажу, как можно с помощью Бега-РТМа построить тематическую модель и на ее основе уже осуществить разведочный поиск. Вот по этой ссылке расположен ноутбук, можно его себе скачать, посмотреть, как он работает. Можно параллельно со мной запускать кусочки кода и буквально через 5-10 минут получить уже готовую работающую тематическую модель и посмотреть, как она будет работать. Для начала, как мы предобрабатывали данные. Статьи я скачала в виде простого HTML-кода, и для начала нужно было выбрасывать все HTML-теги из готовых данных и получить plain-text, то есть просто готовый текст статьи из текста странички, которая была скачена с Хабра. Это делалось с помощью довольно простого кода. Давайте сейчас вам покажу. Ну, здесь видно пример одной статьи. Дальше мы пытались из этого текста выделить отдельно модальности, то есть выделить автора, выделить комментарии, выделить теги и выделить сам текст статьи. Сделать это можно с помощью вот такого куска кода. Ну, я думаю, проще посмотреть его уже на своем ноутбуке, если есть какие-то вопросы, уже после доклада задать. Здесь, в принципе, нет ничего сложного. Каждый документ представлен в виде JSON-формата. В нем есть пять полей. Каждый отвечает за свою модальность. Самое большое, самое крупное поле здесь – это текст статьи. Кроме того, есть остальные модальности, о которых я говорила. С помощью вот этого куска кода мы представляем наш документ в формате WobbleWebbit, чтобы дальше уже можно было документы в таком виде подать в библиотеку BigRTM и на ней обучать дальше модель. Давайте посмотрим, например, одного документа, уже распаршенного с помощью этого кусочка кода. Берем самую первую статью с Хабра, первую в смысле по ее ID-шнику первую, применяем к ней функцию вот эту post-to-corpus-line и получаем в итоге вот такой выход. Что здесь есть? Есть пять модальностей. Первая модальность – words. Она отвечает за как раз текст статьи. Он представлен в формате слово, двоеточие, сколько раз оно встретилось, то есть стандартный формат в AppleWebbit. Дальше есть то же самое по комментаторам. Она называется users. Мы смотрим, сколько раз какой комментатор комментировал эту статью. Кроме того, есть теги, есть хабы, то есть категории. Ну, вот конкретно этой статьи всего одна категория. Мы прогоняем такой алгоритм по всем статьям, которые есть на хабре, и складываем их в отдельный файлик, просто в формате CSV или TXT. И дальше его уже можно на вход подавать в библиотеке BigRTM. Что мы делаем? Для начала импортируем библиотеку. На посылке вот здесь можно посмотреть, как установить эту библиотеку к себе на ноутбук. Делается это достаточно быстро. В общем, проблем здесь возникнуть не должно. Если для начала нужно прописать путь, где лежат исходники этой библиотеки, делается это с помощью вот такой строчки. Здесь указан мой локальный путь у меня на ноутбуке. И дальше мы будем обучать модель. В библиотеке BigRTM есть свой формат, с помощью которого можно обрабатывать данные. Но также можно использовать стандартные форматы, например, тот же в AppleWebbit. Давайте на его формате, на его примере рассмотрим, как можно построить модель. У нас уже есть файлик с предобработанными данными вот в таком формате, как я показывала. Берем этот файл и подаем на вход нашей библиотеки. Для начала нужно сделать вот такую штуку, которая называется BatchVectorizer. То есть мы хотим взять наши данные и представить их в формате, пригодном для обработки библиотекой BigRTM. Делается это с помощью одной строчки кода. Мы вызываем из RTM функцию BatchVectorizer, передаем ей на вход наш файлик предобработанный и указываем, какой должен быть формат данных. Здесь это в AppleWebbit. Ждем некоторое количество времени. Обычно это минуты 2-3, пока коллекция предобработается. Но это зависит от размера коллекции. Дальше нужно получить словарь по нашим данным. То есть всего для обучения модели нам нужны 2 сущности. Первая это BatchVectorizer, вторая это словарь. Словарь можно обучить по уже готовым данным, которые у нас есть. Делается это примерно так. Сначала берем словарь, вызываем из RTM эту функцию dictionary, и потом подаем ей на вход те данные, которые мы только что обучили с помощью BatchVectorizer. Здесь подаем путь до библиотеки, путь до нашего файлика, и дальше подгружаем словарь. Кроме того, нужно инициализировать модель. Два основных момента в модели – это то, какие будут метрики качества, и то, какие регуляризаторы мы добавляем. Здесь можно посмотреть в параметрах нашей модели. В переменную Scores мы записываем, какие будут метрики качества. Здесь я выбрала для демонстрации только одну метрику, это перплексия. А в качестве регуляризаторов используем три основных регуляризатора. Это декорреляция, чтобы сделать темы наиболее различными, и два регуляризатора разреженности для матрицы φ и для матрицы θ. Вот здесь, в этом куске кода мы их добавляем. Кроме того, давайте обучим две модели и затем сравним их качество. Первая – это модель PLSA без регуляризаторов, а вторая – это стандартный ARTM с тремя регуляризаторами, про которые мы только что говорили. Еще один важный критерий качества модели, важный параметр – это то, сколько тем предварительно мы поставим в модели. Этот параметр нужно выставлять до процесса обучения, и по-хорошему его нужно подбирать по сетке. Здесь я уже проставила чиселку 200, поскольку были проведены эксперименты, которые показали, что наиболее оптимальная модель работает именно на 200 темах. Но по-хорошему, когда вы обучаете свою модель, нужно обучить несколько моделей с разным количеством тем, посмотреть на их интерпретируемость, посмотреть на то, как меняется перплексия в процессе работы, в процессе обучения модели, и дальше уже выбрать оптимальное количество, и остальные эксперименты делать уже, зафиксировав количество тем. Выполнив вот эти кусочки кода, мы получаем готовую тематическую модель. Обучаться она будет конкретно на этой коллекции минут 5-4-5 минут. То есть, в принципе, если вы сейчас ее запустите, то можно будет уже посмотреть, что будет на выходе. В итоге мы получаем модель и можем посмотреть, как менялись ее метрики качества в процессе обучения. Всего здесь было 40 итераций в обучении этой модели, и в итоге мы получили вот такие метрики качества. Синяя линия обозначена модель PLSA, а красная модель с тремя регуляризаторами. В принципе, здесь очень четко видно, что добавление регуляризаторов повышает качество модели просто значительно. Без использования декорреляции и сглаживания двух матриц FITETA мы вряд ли получили бы интерпретируемую тему, и модель, в принципе, вряд ли могла бы использоваться как для рекомендации статей, так и для решения задач разведочного поиска. Вот по этим двум графикам это очень четко видно. Плюс можно посмотреть на то, как менялись значения контрастности тем в процессе обучения и частоты лексического ядра. Но это дополнительные метрики качества, которые можно использовать для контроля. Теперь, когда у нас есть готовая тематическая модель, давайте посмотрим, как с помощью нее можно сделать разведочный поиск. Из нашей модели мы выкачиваем матрицу TETA. Это можно сделать с помощью функции SAVE TETA из нашей модели. Берем просто готовую переменную с нашей моделью, например, модула RTM, вызываем у нее эту функцию и скачиваем нашу модель. Дальше, уже имея матрицу TETA, мы можем брать из нее отдельные столбцы, сравнивать, насколько они тематически близки друг к другу, и оценивать таким образом, насколько одна статья тематически близка к другой. Дальше здесь предлагается код для того, чтобы как раз оценивать тематическую близость одной модели по отношению к другой. Делаем мы это с помощью косинусной меры. В принципе, можно использовать другие меры близости, но конкретно на коллекции Хабра было показано, что использование именно косинусной меры дает наибольшее качество. Дальше, с помощью нашей модели, мы можем посмотреть, насколько хорошим получилось качество поиска. Давайте вернемся к презентации и посмотрим на чиселки, которые у нас получились. Если смотреть на качество поиска, то какое качество мы получаем в терминах Precision Recall. Для начала несколько слов о том, как мы оценивали качество поиска. Имея тематическую модель, очень сложно понять, насколько хорошо произошел поиск. Для этого нам хорошо бы сравниться с тем, как люди сами руками производят поиск, как они решают поисковые задачи. Для этого мы разработали свою технологию оценивания качества разведочного поиска с использованием асессоров. Было сделано два задания для асессоров. Первое — это взять запрос для разведочного поиска и попробовать с помощью Гугла, Яндекса и любых других средств, которые понравятся асессорам, поискать статьи, релевантные данному запросу. Основной критерий был в том, чтобы взять статьи из Хабра и найти те, которые наиболее близки к запросу. Второе задание было — это взять выдачу тематического поиска и оценить ее на релевантность, посмотреть, насколько наш тематический поисковик хорошо отработал на данном запросе. В итоге мы сравнили то, как люди искали с помощью Гугла и Яндекса, и то, как работал наш тематический поиск. И вот что получилось. В итоге мы видим, что здесь синими кружочками обозначен асессорский поиск, а красным обозначено то, как искал тематический поиск. Видно, что по полноте поиска наш тематический поисковик не проигрывает, а в некоторых случаях даже выигрывает у поиска, который люди делали руками, просто с помощью Гугла или Яндекса. А по времени, которое люди затратили на поиск, наш поисковик, естественно, выигрывает. В среднем асессоры тратили около 30 минут на обработку одного запроса, на то, чтобы найти максимальное количество статей из Хабра, которые релевантны запросу. А наш тематический поисковик, при условии, что модель уже обучена, выполнял эту работу практически мгновенно, за 2-3 секунды. В итоге мы получаем, что наша технология помогает осуществлять разведочный поиск с огромным выигрышем по времени и практически не просаживая качество, а в отдельных случаях даже давая более хорошее качество в рамках Precision и Recall. Отдельно еще хочется сказать про то, как подбирались коэффициенты регуляризации. У нас было три регуляризатора, как я показывала в ноутбуке, и для каждого из них нужно было подобрать коэффициент, с которым мы будем его учитывать в основной формуле, вот как раз где мы суммируем правдоподобие модели и три наших регуляризатора. Для этого мы вводили регуляризаторы в модель последовательно. На каждой итерации смотрели, какая из моделей будет давать наибольший профит, наилучший выигрыш, и дальше, по истечении некоторого количества итераций, конкретно в этом эксперименте это было 8, после 8 итераций, мы смотрели, какая модель наиболее хорошо отработала, выбирали только ее, и к ней добавляли дополнительный новый регуляризатор. Точно так же смотрели, как работает новый регуляризатор на этой модели, оставляли наилучшую модель, добавляли третий регуляризатор. Такой способ помогает избежать траты вычислительных ресурсов, поскольку каждая модель обучается достаточно долго, и при этом тратит много вычислительных ресурсов. Если же мы будем на каждой итерации выбирать одну конкретную модель с наилучшим коэффициентом, то это позволит нам получить модели с правильно подобранными коэффициентами значительно быстрее. Здесь можно посмотреть на то, какие числа в итоге мы получили, какой престижный рекол получился у нашего тематического поиска. Можно сравнить с асессорским качеством поиска. Видно, что у асессоров точность поиска варьировалась около 85%. В то же время наша тематическая модель с тремя регуляризаторами и с всеми пятью модельностями, то есть с использованием всей метаинформации про все статьи, давала качество по точности около 76-77%, а по полноте поиска достигала 90%. Видно, что полнота поиска получилась даже выше, чем у асессорского поиска. При этом точность поиска чуть-чуть ниже, но учитывая, что есть достаточно большой выигрыш по времени и выигрыш по полноте, можно несколько процентов, которые проигрывают тематическую модель по сравнению с асессорским поиском, не обращать на это внимания. Кроме того, видно, что наилучшее качество поиска получено, когда мы использовали все пять модальностей, и при этом наибольший вклад в модель дают две модальности, это термины и категории, то есть термины и теги. Здесь представлены данные по тому, как мы подбирали количество тем в модели. Как я уже говорила, оптимальное количество тем для данной коллекции – это 200, то есть на хабре нам удалось получить наибольшее значение пресиженной рекола при использовании именно этого количества тем. Дальше давайте я вам коротко расскажу о прикладных задачах, которые можно решать с помощью тематического моделирования, кроме разведочного поиска. Получается, что кроме задачи рекомендации статей и кроме задачи разведочного поиска можно решать еще огромную массу задач, но я остановлюсь на двух. Первое – это новостной мониторинг для поиска проблемных компаний. Что у нас есть? На входе нам дается поток новостных сообщений СМИ, то есть просто новости из каких-нибудь онлайн-источников. Есть семантические ядра тем по компаниям и семантические ядра по проблемным ситуациям. И мы хотим научиться автоматически с помощью построения тематических моделей выделять, какие проблемные ситуации могут возникать у компаний. Что мы хотим найти? Хотим найти все темы по каждой компании, то есть какая компания соответствует каким темам. Хотим научиться выделять новые типы проблемных ситуаций, а также выделять сообщения о тех или иных проблемных ситуациях. Какие мы будем использовать критерии для решения этой задачи? Во-первых, это интерпретируемость тем. Будем смотреть на то, какие ключевые слова описывают каждую тему. А также, точно так же, как в разведочном поиске, будем мерить точность и полноту поиска по известным случаям. Здесь представлен пример того, какие темы проблемных ситуаций могут быть представлены. Ну, например, здесь видно, что представлена тема банкротства, представлена тема реорганизации компании, иск подачи каких-то исков в суд и также нового владельца у компании. Видно, насколько какая из этих тем представлена в документах из новостного потока. И можно оценить, что темы, которые выделила наша тематическая модель, получились достаточно интерпретируемыми. Настолько, что можно выделить осмысленные куски в каждой из этих тем и представить их в виде такой инфографики. Точно так же здесь представлена иллюстрация по выделению проблемных ситуаций в компаниях, но по другому источнику. Ну и давайте остановимся более подробно на другой задаче. Это анализ записей разговоров контакт-центра. Хочется научиться автоматизировать разговоры контакт-центра с пользователями. Например, это очень близко к тому, чтобы построить телеграм-боты, который мог бы отвечать на вопросы пользователей, к меру про то, как им открыть новый счет в банке, как им решить какие-то задачи, перевыпустить карту, либо что-то еще. Хочется тратить не человеческие ресурсы на решение таких задач, а решать это автоматически. Что у нас получилось сделать? Есть коллекция текстов разговоров, есть семантические ядра, то есть обучающие тексты. Что это такое? По сути, это захаркоженные слова, которые соответствуют той или иной теме. Мы можем посмотреть, что какие-то конкретные слова соответствуют теме приветствия, например, какие-то соответствуют теме про перевыпуск карты, либо какие-то еще вопросы, связанные с банковской сферой. И в итоге нам хочется найти граф сценариев разговоров, а также научиться делать онлайновые подсказки оператору, чтобы максимально автоматизировать процесс диалога, и также построить какие-то автоматические оценки качества работы операторов. Давайте посмотрим на примеры. А вообще, что такое тема в записи разговора контакт-центра? Какие могут быть типы тем в данных диалогах? Ну, например, это представление, то есть какие-то темы, связанные с началом разговора. Могут быть темы, связанные с продуктом, со свойствами продукта, а также темы, связанные с прощанием, дальнейшими действиями клиента, ну и так далее. Ну, например, вот такая тема — перевод баланса. Какие диалоги могут быть сформированы на основе тематической модели? Здесь видны фразы, точнее, заготовки фраз, которые можно использовать для дальнейшего формирования онлайн-подсказок, онлайн-подсказок людям, которые будут беседовать с клиентами, либо же уже в будущем можно пытаться строить либо бот, либо какую-то автоматическую систему, которая сможет сама общаться с клиентом и отвечать на его вопросы. И хотя бы обрабатывать какие-то простые случаи, что-то вроде отвечать на вопросы, в какие сроки может быть перебывущена карта, в какие сроки может быть открыт счет, как решить ту или иную задачу, либо в какое отделение банка человеку лучше обратиться. Здесь точно так же пример про оформление заявки. Видно, что фразы, которые здесь получились, достаточно четко отражают тему, и отсюда мы можем сделать вывод, что тематическая модель, которую мы построили, оказалась достаточно интерпретируемой. Здесь точно так же, только на примере льготного периода. Давайте не будем на этом плотного внимания заострять. В принципе, пример аналогичный предыдущим двум. Здесь предлагается сравнить асессорскую и модельную разметку. Цветами обозначены разные темы, и можно посмотреть, насколько различается автоматическая разметка, сделанная с помощью наших тематических моделей, и разметка, сделанная руками с помощью асессоров. Видно, что качество разметки, в принципе, не сильно различается. Здесь подчеркнением выделена асессорская разметка, а цветом как раз то, что выделилось с помощью тематической модели. Видно, что качество разметки достаточно высоко, и действительно разметка получается близкой к тому, что размечали люди руками. Здесь уже представлены агрегированные данные по количеству ошибок по выделению доли правильных сегментов в теме. Видно, что по простым темам, вроде «Приветствия» или «Прощание», доля ошибок достаточно мала, составляет практически немного. А по сложным темам, вроде «Общих вопросов к клиенту», то есть такие темы, которые сложно очертить каким-то узким кругом вопросов, либо же темы, связанные с решениями банка, большими процентами, либо чем-то похожим, здесь количество ошибок уже достаточно, количество ошибок гораздо более высоко. Отсюда можно сделать вывод, что такую технологию можно применять для решения простых задач, задачи, которые можно автоматизировать и не использовать человеческий труд при этом. Для решения более сложных вопросов такую технологию использовать достаточно сложно, но можно использовать ее, к примеру, для вывода автоматических онлайн-подсказок для работников банка, чтобы упростить их работу и ускорить процесс общения с клиентом. Еще один проект, о котором мне хочется рассказать, это выявление этно-релевантных тем в социальных сетях. Что у нас есть? Есть коллекция документов из социальных сетей, это из «Контакта» или из «Живого журнала», и список из нескольких сотен этнонимов. И мы хотим научиться определять максимально полный набор этно-релевантных тем, определять тональный окрас тем, чтобы определять, с какой направленностью ведется тот или иной диалог в социальных сетях, какую окраску имеют какие-то посты в социальных сетях. Критерии здесь точно такие же, как в предыдущих двух примерах. Это естественная интерпретируемость тем, а также точность и полнота поиска. Что такое этноним? Этноним — это слово, которое имеет какое-то отношение к любым национальностям, либо к каким-то национальным группам. Это могут быть прилагательные, могут быть существительные, обозначающие национальности, ну, в общем, что-то вот такое. А какие могут быть цветно-релевантные темы? Ну, понятно, это темы, относящиеся к каким-то национальностям, например, к славянам, византийцам, сирийцам, либо к кому-то еще. И какие слова могут описывать каждую тему? Это представлено на слайде. Ну, здесь, в принципе, то же самое дальше. И какие результаты мы получили? Алгоритм, о котором я рассказывала, RTM, находится гораздо больше этнических тем, чем это сделано с эссерами. Какие регулиризаторы мы здесь применяли? Было применено разреживание, декорелирование, чтобы темы сильно различались друг от друга, а также сглаживание этнонимов. Были выделены фоновые темы, и их мы уже не рассматривали. То есть среди вот этого списка фоновых тем нет, они содержали слова общей лексики. Таким образом, получается, что с помощью RTM мы можем найти гораздо больше этнических тем, чем даже с помощью ассессорской разметки. Ну, в целом, все. Спасибо за внимание. Задавайте вопросы. Можно я задам первый вопрос? У меня микрофон. Проводилось ли исследование, как изменяется качество с ростом размера документов? Например, на твитах, на объявлениях это хорошо бы работало? На коротких документах тематическое моделирование вообще работает не очень хорошо. То есть если мы будем вместо документов использовать коротенькие фразы к меру из твиттера, там меньше одного предложения, модель на этом обучится хуже, чем на длинных текстах. Но это, в принципе, естественно, поскольку основная модальность, которая вносит вклад в тематическую модель, это текст статьи. Но при этом можно попробовать обучаться на постах из соцсетей, например, при условии, что они будут длиннее, чем хотя бы одно предложение. Тогда качество уже должно быть нормальным. То есть такой критерий, больше одного предложения уже можно получить какой-то более-менее результат. Но это скорее эмпирический критерий, полученный на практике. Прям такой четкой грани нету. Это скорее кулинарный рецепт, что если у нас предложение состоит из пары слов, то вряд ли получится что-то хорошее. Ну и, в принципе, это ожидаемый результат. Отвечая на ваш вопрос, есть статья, в которой описаны методики решения для коротких сообщений, но там в частности для твиттера, и были варианты того, что объединять несколько твиттеров в один документ. Ну вот, если интересно, я могу дать ссылку. Вот. Спасибо большое за доклад. У меня есть сразу несколько вопросов. Первый вопрос, который меня волнует достаточно давно. Вот это вот замечательная формула, которая нам показывает то, что решение не единственное. Есть ли какие-нибудь доказательства существования такой матрицы? Потому что мы накладываем на нее достаточно много ограничений. То, что обе матрицы должны остаться стахастическими, и при этом эта матрица должна быть обратима. Ну, для меня не очевидный факт, что такая матрица существует для любого решения. Не очевидно, что таких матриц может быть много. В смысле, непонятно, почему вообще нужно накладывать какие-то регуляризаторы, какие-то ограничения. Правильно я понимаю вопрос? Нет, нет, нет. Можно вернуть на второй, по-моему, слайд презентации, пожалуйста. Вот, стоп, следующий слайд. Как доказать, что существует матрица S? Ну, получается, что когда у нас есть две матрицы φ и θ, если мы не накладываем никаких дополнительных ограничений на эту матрицу, мы в любом случае можем вот это произведение расписать в таком виде, ну, просто по линейной алгебре. Мы можем взять такую матрицу, добавить ее, взять обратную к ней и получить какое-то другое же произведение матриц. То есть… Да-да-да, с этим я полностью согласен. Но у нас есть еще ограничение, что φ и s, обратная от s, φ должны быть стухастическими. Это достаточно сильное ограничение. Ну, да, это можно доказать, но для этого хорошо бы туску, на самом деле. Но, в принципе, можно посмотреть статьи, которые в конце презентации есть, давайте их открою. Там подробно это описывается. Рассказать на пальцах это довольно сложно, но кажется, лучше посмотреть статью и уже ознакомиться с ней. Например, можно посмотреть, так, второй номер из этого списка. Там достаточно подробно представлено, что такая матрица существует. Можно посмотреть, скачать, почитать. Спасибо, я не видел этого. Хорошо, у меня есть еще один вопрос. Когда я работаю с BigRTM, у меня сейчас случается такое, что, ну, и почти всегда случается такое, то, что когда мы добавляем какие-то дополнительные регуляризаторы, у нас падает перплексия, вернее, она увеличивается, наоборот, перплексия. Что вы с этим делали и как вы оценивали, то, что критично ли она повысилась или не критично? Обычно она повышается на первых двух-трех итерациях после введения нового регуляризатора, а потом она снова начинает падать. То есть у вас не так было? Когда так, когда иначе. Окей, да, так тоже бывает. На самом деле перплексия — это скорее метрика такая, промежуточная метрика качества, и ориентироваться только на нее — это не совсем правильно. Основная цель всего эксперимента — это любого эксперимента по построению тематической модели — это как-то применить ее в прикладной задаче. То есть если у вас повышается точность, полнота поиска, но при этом еще увеличивается перплексия, это ничего страшного, лучше смотреть на конечный результат. При этом, если перплексия увеличилась очень сильно и начала расти и вообще никак не падает с введением нового регуляризатора, это звоночек, что этот регуляризатор, наверное, не очень нужен, либо он со слишком большим коэффициентом учитывается в модели. То есть здесь скорее нужно подбирать коэффициенты и искать более правильный набор регуляризаторов, который даст какое-то разумное качество. Да, хорошо, спасибо большое. И последний вопрос. Вот вы сказали, что вы коэффициенты при регулизаторах выбирали последовательно. Ну да, по сути это перебор по сетке, просто чуть-чуть более простой. Хорошо, но при этом у вас было порядка десяти, ой, не десяти, а по-моему, восьми различных, как вы это называете, ну, типа классов слов. Да. При этом у каждого класса, соответственно, свой вес. Уже получается восемь параметров, которых надо подобрать, и их, ну, один подбор, это одна обучение, это десять минут. Как вы это время оптимизировали? Да, именно поэтому я рассказала про метод, с помощью которого мы подбирали коэффициенты. Если бы мы подбирали их просто по сетке, получилось бы очень долго, это можно поставить, там, считаться на несколько ночей, и все равно бы этого не хватило. Поэтому имеет смысл не перебирать их по сетке, а брать по итерациям, то есть вводить регуляризаторы по очереди, и сначала подбирать коэффициенты для одного регуляризатора, ну, для декорреляции, например. Подобрали этот коэффициент, зафиксировали его, вводим новые регуляризаторы, вводим, и теперь для него ищем оптимальный коэффициент. И получается, что мы делаем не перебор по, там, восьмимерной, десятимерной сетке, а просто точно такой же перебор, но по одномерной сетке. Там, взяли, перебрали штук 5-7 параметров для одного регуляризатора, зафиксировали его, ну, и так дальше. А есть какие-то гарантии, что мы не попадем в локальный минимум таким способом? Что зафиксировав первый регуляризатор, мы точно скатимся к глобальному? Ну, здесь на каждой итерации мы смотрим, чтобы хотя бы одна метрика росла, а другие при этом не просаживались. При этом, если какой-то из коэффициентов позволяет нам сильно вырастить, к примеру, перплексию, но при этом практически не растет разреженность для матриц фи и тета, значит, это не очень хороший вариант, не очень хороший коэффициент. Ну, здесь, скорее, это такой эмпирический способ, каких-то теоретических гарантий этого нету, но обычно хватает того, что мы подбираем коэффициенты, смотрим на качество в процессе обучения модели, и если в итоге получается нормальное качество уже поиска, то есть окончательные задачи, мы оставляем такие коэффициенты. Спасибо. Вопрос еще? Анастасия, спасибо за доклад. Вы в докладе упомянули, что вы выбрасываете 5% общей лексики в самом начале. Вот эти 5% — это какая-то экспертиза исследователя, прошлая, или это тоже было установлено? Ну, это эмпирически было установлено, да, мы брали разные числа, там сколько процентов наиболее часто встречающихся слов нужно выкинуть. И плюс я еще глазами просматривала, какие слова в этом списке встречаются. Обычно это предлоги союза, плюс всякие слова вроде «был», «есть», «пошел», «пришел», то есть явно видно, что это общая лексика. И в дополнение, вот после этих 5% слова, которые в итоге в тематическую модель попали, они где вот статистически лежали? То есть там от 5 дальше до 100? Ну, дальше мы… Или есть какой-то определенный самый высокочувствительный другой? Дальше мы делили темы на два класса — это фоновые темы и какие-то смысловые темы. В фоновые темы как раз попадали оставшиеся все еще слова общей лексики, и такие темы уже не интерпретировались, а были темы как раз осмысленные. И в них попадали слова, лежащие вот как раз выше 5%, но при этом в некоторых моделях мы еще и отрезали верхний хвост этого распределения, то есть смотрели слова, которые очень редко употребляются, их тоже не включали в модель, потому что среди таких слов оказывались какие-то либо слова с печатками, либо какие-то странные вещи там с цифрами, с годами, вот что-то такое. Такую мусорную лексику тоже нужно было убрать с модели. Если я правильно понимаю, для тех задач, которые вы предлагали в своей презентации, байсовая модель тоже применима, как-то сравнивали с ней. Какие преимущества вот по аддитивной регуляризации? Ну, во-первых, РТМ гораздо проще интерпретируется, каждый регуляризатор имеет какой-то смысл, то есть каждый регуляризатор отвечает за некоторые требования к модели. Такую модель гораздо проще вывести и гораздо быстрее можно ее обучить, дальше уже использовать. То есть байсовские модели нужно брать бумажку, садиться, расписывать новую модель. Если нам нужны какие-то дополнительные ограничения, какие-то новые данные мы в модель вводим, по сути нужно брать и с нуля заново все расписывать, новую модель выводить. РТМ гораздо более гибкий, мы можем просто добавить новый регуляризатор и модель будет удовлетворять еще одному новому критерию. А тесты какие-нибудь проводили? Потому что с аксессорами сравнивать это понятно, в конце концов они все равно проиграет. А вот с байсовской моделью что-нибудь есть, какое-нибудь сравнение? Ну, на самом деле с аксессорами это не совсем правда. Кажется, что когда люди ищут сами самостоятельно руками, они находят больше информации, то есть они могут оценить, что им нравится, что не нравится, при том, что оценка получается более смещенной. А тематическая модель, она работает автоматически, естественно, в ней какой-то мусор может появиться. С байсовскими методами мы не сравнивались, но такая работа планируется в будущем. Последний вопрос. У кого-нибудь есть? Да, окей. Один. Анастасия, скажите, пожалуйста, там при тематическом моделировании вначале, по-моему, используется еще приближение для одной из матриц, начальное, да, для того, чтобы с чего-то стартануть. Каким-то образом это влияет на качество полученной модели, и каким образом, какое вы начальное приближение брали? Ну, в данных экспериментах мы брали просто рандомную инициализацию матрицы, и, в принципе, получалось неплохое качество. Можно использовать разные подходы к этому, можно, например, использовать Aurora алгоритмы для инициализации матрицы, можно ставить одинаковые числа, ну, во всех одинаковые вероятности проставлять. В принципе, это влияет на качество, и есть даже исследование такое, можно посмотреть дипломная работа у студента из нашей научной группы, у Ивана Ивашковского, он занимался этой проблемой. Можно скачать работу, почитать, посмотреть. Но в целом какие-то колебания качества, они незначительны из-за инициализации модели. Спасибо. Спасибо большое, Анастасия. Давайте еще раз похлопаем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ